Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это продолжение нашей дороги к Лиге Чемпионов за Локомотив. Итак, сегодня у нас пятый тур, остается еще два выпуска, сегодняшний и следующий, это как минимум. Но пока что мы на данный момент, если обыгрываем Байер, а Ювентус обыгрывает Атлетика, то, скорее всего, мы уже точно будем в плей-офф, но, скорее всего, только со второй строчки. Если все-таки Атлетика обыграет каким-то образом Ювентус, то мы попадаем сразу же на первую строчку, так что не знаю здесь, от чего нам все зависит, либо от Ювентуса, либо от Атлетика. Пока что выгодно нам зависеть от победы Ювентуса со второй строчки, там на какую-нибудь команду с первой строчки попадем, но это все равно выгодно финансово для Локомотива, если бы они бы прошли в плей-офф со второй строчки, то какой-нибудь ПСЖ, либо Барселона, Ливерпуль приехали бы в Москву и очень много бы собрали бы болельщиков. Так что, но это все равно интересно бы нам было сыграть. Я все-таки буду надеяться, что нам получится дойти до финала Лиги Чемпионов, но наши же ожидания, наши проблемы. Состав на матч с Байером вы видите на своих экранах, все-таки я буду придерживаться такого. С Байером, кстати, я не помню давно, на самом деле уже не записывал Локомотив в Лиге Чемпионов, так что сейчас мы посмотрим. Мы сыграли, да, в ничью 3-3, так что с Байером мы поделили очки, ну а Байер идет сейчас на последней строчке, мы должны как-то воспользоваться этим и постараться их обыграть. Поехали! Итак, пятый тур, важный для Локомотива. Сегодня Локомотиву нужна победа, тем более команда идет сейчас на четвертой строчке про Байер, мы идем на второй, так что для нас это хорошие шансы сейчас закрепиться на второй строчке, ну и уже будет дальше все зависеть от матча Ювентус против Атлетика. Смолов сейчас в нападении только с поддержкой от Фарфана, мы отдаем на него, и вот Джефферсон Фарфан, Фарфан, Фарфан и Смолов! 1-0, 1-0, Локомотив выходит вперед, 10-ая минута матча, и неплохо разыграли мы эту быструю контратаку, у меня не стоят сейчас стратегии в нападении, только в обороне, так что отлично мы вышли с углового, и пас Смола на Фарфана, потом обратно вот так вот на рикошете таком от голкипера, ну и Смолов уже в пустые ворота забивает. Сейчас узнаем какой он гол, кстати забил, мне кажется второй или третий, четвертый гол забивает Федор Смолов, вот это да, для него это первый сезон в Лиге Чемпионов, и уже вот такие результаты. Кай Хаверт с мячом сейчас, нельзя, 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 и все-таки Кай Хаверт проходит, отдает передачу на Карима Белараби, и тот забивает 1-1, снова это равная игра, прямо как и в Ливеркузене, в первом туре, это обидно. Вот, снова, снова, и вот Федя, Федя, Федя 2-1, это пятый мяч Федора Смолова в Лиге Чемпионов, что творит этот парень? Он доказывает, что после Чемпионата Мира он замечательно все сделал, не зря он перешел в Локомотив и теперь показывает шикарную игру. Отлично оторвался от защитника и в нижний угол забивает. Федор Смолов прям отлично, я прям чувствую, что если мы выйдем из группы в плей-офф, то неплохо будет показать нам и Федора Смолова, и весь Локомотив в раунде плей-офф, потому что многих игроков могут купить, но это если бы в реальной жизни такое было. И нет, и снова прострел, какой-то вот просто пасы дают один в штрафную и все. Хавертс пока что гол плюс голевая, лучший игрок в матче именно со стороны Байера, с нашей стороны это естественно Федя Смолов. И так, по перестановочкам я пока что ничего не хочу делать, все так же мы и оставим, надеюсь, что Смолов поможет нам еще, забьет третий мяч, почему бы и нет. Жоа Марио, убегай, у тебя есть скорость, я знаю, Жоа, и Жоа срезают. Ну и хорошо, это будет штрафной сейчас или пенальти все-таки штрафной, наверное, и выполнить-то я его могу. У кого тут лучше точно штрафных, у Рыбуси, хотя я все-таки вот не знаю, может быть именно сейчас нам стоит поменять. Вот вместо Баринова я бы выпустил сюда Алексея Мирончука, я не знаю какая у него там точность штрафных. 78, но это неплохо, вот как раз бы за Алексея Мирончука я бы и забил бы сейчас штрафной, я попробую. Все-таки, дай-то бог, у нас это получится. Вот, теперь он лучший, так сказать. И в штангу, да что ж ты будешь делать-то? Все в каркас летит, но все замечательно там было сделано. Голкипер уже не контролировал. И не дают пробить, но все-таки добивается Алексей Мирончук. Три мяча забивает Локомотив Байру, где-то мы это уже видели. Три-два, счет. Отлично здесь Федор Смола все сделал. Со второй вот здесь зацепился Алексей Мирончук за мяч. Не забил он со штрафного. Попал он в штангу, либо там в перекладину, без разницы в каркас ворот. Но вот здесь вот он все-таки забивает, если не ошибаюсь, это его второй гол. Третий, вот снова. Много, очень много забивает Локомотив в Лиге Чемпионов в этом сезоне. Борется, борется. И мне это нравится. Вот если бы в реальной жизни так бы играли бы российские команды в Еврокубках, было бы очень даже хорошо. Отлично на Смолова. И вот здесь вот, ну просто Федя, Федя, давай. Федя, решай. Федя, три мяча забивает ворота Байра. И все, Локомотив одерживает победу, скорее всего, пять минут до конца. Это хэт-трик Федора Смолова. Это все замечательно. Убежал он от Таха, которого просто ненавидит, наверное, сейчас вся команда Локомотива. Много атак загубил Тах именно. Прерывая, но вот здесь вот Городецкий просто уже отлетает. И Федор Смолов забивает три мяча ворота Байра. И для него это уже шестой мяч в Лиге Чемпионов. 4-2. Кто бы мог подумать. Три минуты. Три минуты добавил арбитр. И забивает все-таки, пробивает как-то. Я не представляю, как пробил сейчас Байр. Но это у них получилось. То есть, вот просто на последних еще и минутах вот так. Забивает Кай Хайвертс. Еще один мяч. У него дубль плюс голевая. А, это все. Это победа. Я думал, нарушение какое-то 4-3. Выиграет Локомотив хэт-трик Федора Смолова. За 6 ударов 50% реализации у него. Это просто замечательно. Лучший игрок, естественно, он. Фух. Ну, теперь мы будем только смотреть, как сыграет Пименту Кальча против Атлетика. Друзья, смотрим мы, что здесь у нас получается. Атлетика сыграл в ничью. Я это правильно понимаю. Нет, Атлетика даже победил. Вот так вот. Так что нам это даже в плюс. Мы можем, друзья, на данный момент остаться без Лиги Чемпионов при таком раскладе. В 6 туре, как я и сказал, я не хочу, чтобы все до 6 тура оттянулось. Но вот так вот случилось. Если мы проигрываем Атлетика, это вероятно, потому что Атлетика играет дома. У них будет 10 очков. Мы с ними как там сыграли? 2-1. Да, 2-1 мы их победили дома. При разнице там мячей, при очень встрече, я не знаю, как это будет. Но Ювентус, даже если он обыграет Байер, у него будет 12 очков. Мы, если проигрываем Атлетику, у нас 10. И у Атлетика 10. Это будет очень, друзья, обидно, вылететь из Лиги Чемпионов, набрав столько же очков, сколько и, так сказать, вторая команда. Это будет очень обидно. Тем более мы играем с ними. Для них сейчас будет очень серьезная война. Но будет плюс, если Байер обыграет Ювентус. Ни одного матча Байер пока что не выиграл. Так что было бы неплохо. 14 мячей забил. Локомотив, вы посмотрите, 14. Ну и пропустил 13. В каждом матче это просто какая-то сказка для Локомотива. 3-3. Здесь 2-1. Здесь 3-2. Ну первый круг, это все замечательно. Да, дальше там мы проиграли 4-2 Ювентусу. Но 4-3 обыграли Байер. Минимально практически здесь 7 матчей. Так что против Атлетика нам будет очень трудно. Федор Смолов наравне с португальцами, с Бернардо Сильво и с Кричан Роналдо в списках лучших бомбардиров Лиги Чемпионов сравнялся и сейчас на первой строчке вместе с Бернардо Сильво. Это очень даже приятно. Из игроков у нас все готовы. Так что спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать видео про Локомотив, да и вообще в целом ролики на нашем канале. С вами был Андрей и канал Футбол. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok